Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Очень рада вас всех видеть! Сегодня хочу с вами поболтать, как уже и обещала, о сухих шампунях от Batiste. Я лично разделяю их на две категории. Первую я бы назвала шампуни по назначению. Сюда входит объемная версия, шампунь для блондинок, для брюнеток и обычная оригинальная версия. И вторую я бы назвала шампуни по ароматам. То есть это все вариации оригинальной версии шампуня, которые отличаются друг от друга лишь ароматами. Я сегодня хочу с вами поговорить о первой категории шампуни. И если вам интересно такое видео, то конечно же продолжайте смотреть. И я желаю вам приятного просмотра. Сегодня я вам буду рассказывать об оригинальной версии шампуня, о шампуне для объема и также о шампуне для блондинок. Я бы с удовольствием еще вам рассказала о шампуне для брюнеток, но я его конечно же не пробовала, потому что я блондинка. А рассказывать о том, чего я не пробовала на себе, я не имею такой привычки. Единственное, что у меня приятницы им пользуются, я расскажу какие-то ее отзывы. Давайте поговорим 2 минутки о самих сухих шампунях в принципе. Вообще я уже говорила в одном из своих видео, что в состав всех сухих шампуней входят абсорбенты, которые впитывают мельчайшие частички грязи, кожного жира, пыли и ослоившиеся клетки эпидермиса. Как он работает? Мы наносим его на волосы, вот эта абсорбирующая смесь впитывает в себя небольшую часть грязи и потом мы через минутку или две вычесываем сухой шампунь из своих волос вместе с вот этой вот всей грязью. Конечно же он не убирает на 100% грязь с волос из кожи головы, поэтому он не может работать как очищающее средство. Мало того, его значительная часть остается и на коже головы и на волосах. И конечно же на следующий день обязательно или через день необходимо мыть свою голову, то есть хоть он и называется шампунь, он никак волосы не очищает. Он просто немножечко абсорбирует выделившуюся грязь и жир, за счет чего вы можете немного продлить свежесть и чистоту ваших волос, но никак их не очистить. Что касается непосредственно оригинальной версии шампуня, в принципе наверное все начинают свое знакомство с сухими шампунями именно с нее. Я конечно же не была исключением, первый шампунь, который я попробовала был именно оригинальным и на данный момент я вообще не представляю свою жизнь без вот таких вот косметических средств и я очень рада, что они в моей жизни присутствуют и они ее значительно облегчили. Я никогда не могла подумать, что я буду мыть свою голову раз в три дня, при этом я буду нормально выглядеть и нормально себя ощущать. Раньше на протяжении всей своей жизни я мыла свои волосы каждый день и на следующий день мало того, что они висели как сосульки, я еще и чувствовала на своей голове будто бы какую-то кору и мне тут же хотелось конечно же бежать в душ, мыть волосы, мыть кожу головы, чтобы нормально себя ощущать. Сейчас благодаря вот этим средствам я три дня хожу совершенно спокойно, волосы выглядят у меня свежими, волосы выглядят у меня нормальными и чувствую я себя абсолютно комфортно. Оригинальная версия шампуня, как и все шампуни, очень хорошо справляется со своими функциями заявленными, хорошо абсорбирует какую-то часть грязи и пыли и хорошо вычесывается. В принципе многие жалуются на запахи сухих шампуней, я не ощущаю каких-то честно говоря остро неприятных запахов, при том что у меня довольно обостренное боняние и довольно ярко выраженный нюх. И в принципе я не чувствую каких-то проблем, ну пахнут да, есть аромат, но он не какой-то агрессивный, он не какой-то такой чересчур насыщенный, он нормальный и он не остается на волосах не знаю на 10 лет. В принципе вы воспользовались и через 5 минут ваши волосы уже особенно ничем не пахнут. Оригинальный шампунь просто замечательный, он делает все что необходимо делать и я думаю вы на 100% останетесь им довольны, но как в любой бочке меда, есть ложка дегтя, так и у сухого шампуня оригинальной версии есть одно очень большое, но это конечно же его цвет. Для блондинок он не так как бы критичен этот минус, а для брюнеток он вообще на мой взгляд совершенно недопустим. Я заранее подготовила такую ярко-розовую папочку и сейчас я вам покажу о чем я говорю. Сейчас тут будет летать куча пыли и грязи. Как вы можете видеть шампунь имеет ярко выраженный белый цвет и конечно же он придает волосам, так как немного его остается после вычесывания седоватый оттенок. Если вы платиновая блондинка, то для вас это вообще не проблема, если вы уже какая-то пшеничная блондинка, то у вас будет легкий оттенок седины, если вы брюнетка, то у вас будут конкретно серо-седые волосы и конечно же этот вариант для вас не подходит на мой взгляд. Поэтому конечно этот минус он довольно ощутим, поэтому стоит попробовать другие версии шампуня, но если вы белая-белая блондинка с платиновым оттенком жемчужным, то я думаю эта версия вам очень-очень понравится. Теперь давайте поговорим об объемной версии шампуня. Он также имеет ярко выраженный белый оттенок и также заметен на темных волосах, либо на волосах теплых оттенков. Что касается непосредственно объема, то конечно же он справляется с этой функцией на все просто миллион процентов. Он придает невероятный сногсшибательный объем и даже если волосы чистые, вы можете при помощи такого средства сделать какую-то супер объемную укладку, сделать какой-то супер начес и ваши волосы будут смотреться просто мега объемными. Но для меня есть одно большое но, я думаю, что так он работает именно на тоненьких волосах. Он довольно сильно склеивает волосы, они становятся довольно липкие и особенно что касается волос, которые вот здесь на нижней части головы, они у меня очень сильно склеивались после использования этого шампуня, вплоть до того, что я не могла их расчесать и мне казалось, что они обламываются. И когда я пошла к своему мастеру стричься, то она мне действительно подтвердила и сказала, что у меня часть волос, вот эта нижняя, которая трется сейчас от все воротники, шарфики, она обломалась. Я грешу именно на этот сухой шампунь, потому что он очень сильно склеивает волосы и делает их такими жесткими, такими довольно текстурными. Поэтому будьте осторожны, если вы обладательница именно тоненьких волос. В принципе, я его использую, я его использую на макушке для того, чтобы придать объем, а я его использую вот на этих частях головы, но уже ниже я его не использую для того, чтобы не ломать свои волосы. Я думаю, что повторно я его вряд ли куплю, потому что все-таки мне этот эффект не очень нравится, но если вы не пробовали, я думаю, что однозначно хотя бы один раз его попробовать стоит и понять для себя подходит вам такое средство или нет. И последний шампунь на сегодня, это шампунь для блондинок, и он мой любимый, и я думаю, что именно его я буду приобретать снова и снова. Он также очень хорошо абсорбирует всю грязь, выделившуюся, там какое-то кожное сало, хорошо придает объем, в принципе, хотя объем тут не заявлен, но что самое важное, это его цвет. Давайте я вам теперь покажу на белом листике бумаги. Он имеет такой желтый оттенок, но при этом этот желтый не слишком теплый, он такой довольно нейтральный, и для моего цвета волос он просто идеально подходит, его совершенно незаметно на моих волосах. И в принципе, даже если у меня не покрашены корни, я благодаря этому шампуне могу растянуть срок между мойками, потому что он немножко окрашивает темный корень, немного осветляя его. Если вы, конечно же, платиновая блондинка, выбирайте для себя оригинальную версию белый цвет шампуня. Если вы более пшеничная, либо русая, то советую вам присмотреться именно к версии для блондинок. Я им супер довольна, и я думаю, повторюсь еще раз, именно этим я буду пользоваться постоянно. Что касается шампуня для брюнеток, я могу сказать только одно. У моей приятницы есть шампунь для брюнеток, она обладает таким шоколадным оттенком волос, и в принципе, она говорит, что он делает все то же самое, что и оригинальный. Единственное, что шампунь для брюнеток имеет именно такой немного шоколадный цвет, и, конечно же, его незаметно так сильно, как белый, либо как вот этот на волосах. Поэтому, если вы брюнетка, то тоже, думаю, стоит попробовать шампунь для брюнеток. Надеюсь, это видео вам понравилось, и надеюсь, что мой такой маленький обзор и эксперимент оказался для вас полезен, и вы узнали что-то новое. Если вы еще не пробовали сухие шампуни, обязательно рекомендую попробуйте, только выберите тот, который подойдет именно вам. Всем огромное спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующих видео, я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok